Здравствуйте, Матео! Привет! Вы работаете со многими знаменитостями. Один из самых известных ваших клиентов Джон Траволта. Скажите, звезды более требовательные, чем обычные люди? Думаю, да. Хотя каждый может быть очень требовательным, не только знаменитости. Джон Траволта, к примеру, самый добрый человек из тех, с кем я работал. И что, он совсем не требовательный? Он требовательный, но очень добрый. А кто, на ваш взгляд, самый стильный из известных людей? Стильный? Я хочу сказать, что мне ближе всего то, как подбирает вещи и всегда потрясающе выглядит Дэвид Бэкхэм. А что скажете по поводу дам? Самая стильная женщина, на мой взгляд, это, мне нравится, Кира Найтли. Что можете сказать по поводу русских женщин? Одни иностранцы считают, что русские женщины прекрасны, потому что мы любим носить платья, высокие каблуки, яркий макияж. И все это в повседневной жизни. Другие же говорят обратное. Мол, это все ужасно, потому что русские женщины часто выглядят слишком вызывающе и совсем неэлегантно. Вам какая точка зрения ближе? Я чувствую, что должна быть грань. Нужно одеваться подходящим образом, то есть в соответствии с ситуацией. Неважно в чем ты, коротком, длинном платье, если ты хорошо выглядишь, то все допустимо. Конечно, если вы идете на мероприятие, где в дресс-коде прописано длинное платье, то надевать мини не стоит. В Тюмени у нас сегодня вечеринка, и здесь я вижу исключительно прекрасно одетых женщин. И стильных? Да, очень стильных. Я знаю, что вы приехали в Тюмень, чтобы наладить сотрудничество с нашим бизнес-сообществом. Расскажите поподробнее об этом, какие у вас есть идеи и планы. Знаете, я хочу заинтересовать людей тем, что я делаю. Почему я занимаюсь дизайном одежды, как это происходит и как это сделать больше. Сейчас у меня, что называется, театр одного актера. Я все делаю самостоятельно, но готов к сотрудничеству. И если я буду интересен каким-то людям, инвесторам, то я открыт партнерству и жду помощи. Я знаю, что вы привезли к нам свои работы. Могу я взглянуть на вашу одежду? Знаете, все начинается с какой-то идеи. Иногда вдохновение рождается, если посмотришь на какую-нибудь потрясающую ткань. Для меня главное это стиль, не мода, а именно стиль и то, что на века. А мода может уйти завтра утром. Меня просто покорило вот это платье, потому что оно очень похоже на платье для принцессы. Да, это и было главной идеей. У меня есть маленькая дочь, ей 4 года, и она любит наряжаться принцессой. И у этого платья очень интересная ткань, металлик, а рисунок на ней напоминает камуфляжную одежду. Мне нравятся такие контрасты. Вы взяли с собой также и мужские вещи, и это как раз они? Здесь и для женщин есть. В основном вот такие комплекты, одинаковые по модели и для мужчин, и для женщин. Они сделаны из кашемира. Уникально то, что костюм можно выбрать любого цвета. У меня 200 цветов кашемира. Вот они, все 200 цветов здесь. Вы можете увидеть. Невероятно. Это одна из частей того сервиса, который я представляю. И еще такие костюмы шьются индивидуально. Я приезжаю к вам, снимаю мерки, и он будет подходить всем особенностям вашего тела. И для такого простого костюма нужно снимать индивидуальные мерки? Да, все мои вещи я делаю персонально для каждого клиента. Я не хочу шить то, что все могут купить в бутике. Я делаю то, что будет подходить именно вам. Ну, тогда главный вопрос. Это дорого? Да, дорого. Ну, например, такой костюм обойдется примерно в 6 тысяч долларов. 6 тысяч долларов? Ого, в рублях это будет около 400 тысяч рублей. Огромная сумма. Вы должны понимать, что я работаю с лучшими тканями в мире. Кашемир, шелк. Ткани такие дорогие или ваша работа? Ткани очень дорогие, потрогайте. Да, я чувствую, очень мягкие. Это кашемир и шелк. А у Джона Траволта есть такой костюм? Да, есть. Теперь вы знаете, что Джон Траволта носит повседневный костюмчик всего за 6 тысяч долларов. А что насчет ваших платьев? Сколько они стоят? Например, это? 3 тысячи долларов. Дешевле, чем те костюмы? Да, все зависит от деталей и материала. Но на костюм его нужно больше. Да и там был Тшимир. Понятно, но и в завершении, какие советы вы можете дать нам, русским, как всегда, хорошо выглядеть и какие вещи пренепременно нужно иметь в гардеробе? На самом деле, хорошо выглядеть это достаточно легко. Не пытайтесь надеть все сразу. Не стоит носить вещи, где крупно написано название брендов. Я считаю, что это совсем не стильно. Мужчины, если вы не знаете, подходит ли вам пиджак, пусть кто-нибудь посмотрит, и его плечи должны быть здесь. Ну а для женщин самое главное – это правильно подбирать одежду. Ту, которая подходит по фигуре. Это ключ ко всему.